Всем привет, я Тушел, а это мышь Extrify M4, которой исполнился годик, и этот годик я активно ей пользовался. Давайте посмотрим, что стало с мышкой, какие произошли метаморфозы и появились ли какие-либо проблемы. На первый взгляд, мышка выглядит вполне достойно. Верхнее покрытие и вовсе почти как новое. Соты чистые. Я специально мышь не чистил и снимаю как есть. Наверное, первое бесячее изменение касается покрытия боков. Текстура, которая на них была изначально, в местах контакта с пальцами исчезла, и пластик отполировался. И это в итоге привело к тому, что держака стало гораздо меньше. Особенно, если пальцы потеют. Кое-как спасает ситуацию соты, так как они дают хоть какой-то держак. Но все равно, мышкой стало пользоваться не так комфортно, как ранее. Второе негативное изменение коснулось колеса. За год активной работы оно прилично так разболталось, а шаги стали менее явными. Впрочем, этого я и ожидал, так как на мышках именно механический энкодер самое слабое звено и изнашивается быстрее всего. Также не радует и то, что корпус у мышки начал активно хрустеть в задней части мышки. Да, это первая ревизия, где нету винтов крепления, но даже вторая ревизия со временем у меня начала похрустывать. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что при обычном использовании мышка ведет себя тихо, и корпус не хрустит. С основными кнопками тоже произошли изменения. В дополнение к боковому люфту панели добавилось немного вертикального притревела. Ничего особо критичного, но такого завода не было. В остальном же все нормально. У кнопок нет дабл-кликов, боковые кнопки работают исправно и не сломались. Колесо скроллит без фантомных скроллов, сенсор работает как надо, кабель не перетерся и вообще выглядит как новый. На ножках заметны следы полировки, но сказать, что они как-то износились нельзя, глайд по-прежнему превосходный. В общем, такие вот дела. Больше всего бесит, конечно, полировка боковин, отчего мышь буквально плывет у меня в руке. Колесо иногда тоже бесит. Хруст корпуса, повторюсь, отсутствует при обычной эксплуатации. А к кнопкам и к их люфтам я как-то, наверное, привык и особо их не замечаю. Так что вот такие вот дела, друзья. Как у вас поживает М4? Пишите в комментах. Ну а я всем вам говорю чао-какао и надеюсь каждого из вас увидеть в следующем обзоре на канале ProDevice.